Дорогие инвесторы, партнеры и зрители новостного канала SkyWay Capital! Меня зовут Дмитрий Марокко, и это значит, что сейчас вы увидите 121-й выпуск новостей SkyWay, в которых мы рассказываем вам обо всех важных событиях и достижениях группы компаний SkyWay и SkyWay Capital. Чем нам запомнилась прошедшая неделя? Расскажем об этом прямо сейчас. Смотрите сегодня в выпуске. Все уже в курсе, что 4 августа 2018 года состоится долгожданное мероприятие EcoFest 2018. Сегодня мы расскажем о том, как можно добраться до места проведения этого грандиозного события года для всех, кто имеет отношение к SkyWay. На Воробьевых горах началось тестирование новой канатной дороги, которая соединит главную смотровую площадку Москвы со стадионом Лужники. Однако и SkyWay есть чем на это ответить. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов дал интервью ТАСС, в котором рассказал о том, каково иметь дело с необычными проектами, такими как проект струнного транспорта SkyWay и что нужно для их успеха. В Варне состоялось уникальное мероприятие международный бизнес-тренинг, который назывался 3D-коучинг-ин-бизнес. SkyWay — это не только прорывная транспортная технология, это прежде всего люди, которые делают этот мир доступным и удобным для других людей. С одним из таких людей мы и поговорили, и узнали много интересного, чем с удовольствием делимся с вами. Остановимся на этих и других событиях более подробно. Уже совсем скоро, 4 августа, состоится очередной фестиваль Экофест-2018, который по традиции пройдет в самом сердце SkyWay в Эко-технопарке. У многих наших гостей может возникнуть вопрос, как добраться до Марьиной горки, место проведения фестиваля. Мы с удовольствием на него отвечаем. Итак, добраться до Эко-технопарка можно будет самостоятельно или на специально организованных трансферах. Если вы решили добраться на специальных автобусах для гостей фестиваля, точка сбора трансферных автобусов будет находиться на выходе из станции метро Первомайская, улица Ленина. Посадка в автобусы будет проходить с 8 до 10 утра. Также будет организован дежурный автобус, который будет курсировать в течение дня 4-го числа по маршруту Минск-Марина горка-Минск. Трансферные автобусы будут обозначены логотипом SkyWay. Если вы решили добираться самостоятельно, то вы можете это сделать тремя способами. Автомобилем выезд из Минска по трассе М4 гомельское направление до города Марина горка. Расстояние от центра Минска до Мариной горки 66 км. Железнодорожным транспортом со станции Минск-Пассажирский, железнодорожный вокзал до станции Пуховичи, маршрутным такси со станции АЭС Автозаводская, станция метро Могилевская до города Марина горка. Мы надеемся, что все наши гости попадут на это грандиозное событие в жизни SkyWay, независимо от выбранного маршрута. Не футболом единым живет в эти жаркие летние дни столица России Москва на Воробьевых горах началось тестирование новой канатной дороги, которая соединит главную смотровую площадку Москвы со стадионом Лужники. Пассажиры смогут прокатиться на новом воздушном транспорте после завершения чемпионата мира по футболу. Московские власти планируют сделать канатные дороги полноценным общественным транспортом. Через три года еще одна канатная трасса свяжет станции метро Сходнинская и Речной вокзал, которые разделяет Химкинское водохранилище. Однако есть и кое-что поинтереснее прогулок по канатной дороге. Это струнный транспорт SkyWay, прототипы которого сейчас тестируют в Минской области. Проще говоря, это электромобили на стальных колесах, которые передвигаются над землей по специальным рельсам-струнам. Разработчики SkyWay делают упор на экологичность, безопасность и беспрецедентно низкую себестоимость строительства новой транспортной системы. Под Мариной горкой создан эко-технопарк, на территории которого возводятся образцы трасс и инфраструктурных сооружений, чтобы любой желающий мог увидеть, как выглядит, как работает струнный транспорт. А вот какой транспорт выбрать, решать, конечно же, вам. В своем интервью ТАСС губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, возглавляющий регион с 2004 года и отметившийся тем, что ему удалось поднять у себя в области авиастроения и ветроэнергетику, рассказал о том, каково иметь дело с необычными проектами и что нужно для их успеха. Он рассказал, что все новые проекты обычно встречают противодействие большинства. Среди инновационных проектов, которые, несмотря на недоверие, уже достигли ощутимых успехов, он упомянул и струнный транспорт. «Когда мы начали заниматься проектом струнного транспорта Юницкого, надо мной все хихикали, мы его бросили, но посмотрите, в Беларуси уже построена огромная дорога для подобного транспорта, и скоро такая будет в России», — сказал Сергей Морозов. Губернатор Ульяновской области назвал и основную причину, почему некоторые из проектов уходят из России — это недостаток государственной поддержки, особенно по части финансирования. Полностью со статьей можно ознакомиться на нашем сайте и сайте ТАСС. Напомним, что Сергей Морозов презентовал проект струнного транспорта Дмитрию Медведеву на заседании Президиума Госсовета в Ульяновске еще в далеком 2009 году. 16-17 июня 2018 года в городе Варна в Болгарии состоялся международный бизнес-тренинг для профессионалов и руководителей 3D Coaching in Business. В рамках этого мероприятия каждый его участник смог качественно улучшить свои профессиональные навыки руководителя. Самые активные лидеры Skyway Capital и кураторы регионов по результатам шестимесячного цикла обучения получат возможность попасть в команду будущих международных бизнес-тренеров Skyway Capital. Мы благодарим всех организаторов и гостей международного бизнес-тренинга, среди которых были лидеры из самых разных стран. Skyway Capital будет и дальше активно проводить обучающие мероприятия, на которых наши партнеры смогут обучаться и применять на практике полученные знания. Следующее крупное обучающее событие состоится также на морском берегу только уже Балтийского моря в столице Эстонии, городе Таллин. Узнать подробную информацию и забронировать билеты вы сможете в личном кабинете Skyway Capital в разделе «События». А ознакомиться с небольшим фотоотчетом и видеороликом о прошедшем международном бизнес-тренинге в Варне, в котором отражена атмосфера и настроение, присущее всем нашим мероприятиям, вы можете уже сейчас на нашем сайте. Мы с удовольствием пообщались и знакомим вас с одним из ключевых сотрудников ЗАО «Струнные технологии», главным конструктором высокоскоростного транспортного комплекса Skyway Сергеем Артюшевским. Он возглавляет важнейшее направление Skyway. Уже в сентябре этого года на выставке на «Транс-2018» в Берлине состоится мировая премьера, разрабатываемого в конструкторском бюро уникального высокоскоростного юнибуса. Он будет способен разгоняться на эстакаде Skyway до 500 км в час, поэтому уже можно начинать освещать эту крупнейшую премьеру. Смотрите захватывающее и лаконичное интервью с одним из создателей Skyway на нашем сайте. И пусть оно немного сжато, но это обусловлено лишь тем фактом, что мы предпочитаем меньше говорить, а больше делать. И в сентябре результат этого труда предстанет перед широкой общественностью. Это были все главные новости на этой неделе. Мы будем и дальше следить за развитием ключевых событий и делиться ими с вами. Смотрите нас на YouTube и Vimeo каналах. Не забывайте подписываться на наши группы в социальных сетях. И помните, что Skyway — это наше будущее уже сегодня. На этом я с вами прощаюсь. Меня зовут Дмитрий Марокко, до встречи на следующей неделе.